Вы на канале о сухоцветах и не только. Здравствуйте! Сегодня я вам покажу ещё один способ, как можно посеять семена статицы и гамфрены. Статица у меня в этом году американские семена Pan American фирма и мои семена гамфрены хаки красной. Они были замочены, потом стояли в холодильнике. Вот сегодня я буду сеять. Вот эта статица у меня посеяна в такие лотки пластмассовые. Она уже хорошо взошла. Спосеяла я ее 19 дней тому назад. Правда, немножечко черная ножка здесь поработала. Вот так она выглядит без подсветки. У меня просто стоит на подоконниках. Нет у меня мини теплицы и вот пока вот так вот выращиваю на подоконниках. Вот так она выглядит. Уже начала давать настоящие листики. 19 марта я планирую посеять вот в такие в кассеты и стоять они уже у меня будут там в селе в теплице. А сегодня 21 февраля я посеяла и статицу и гамфрену вот в такие улитки. О них уже рассказывала Юля Меняева. Она впервые показала всему миру вот этот способ. Давно и очень успешно многие его используют. В прошлом году я попробовала на одной улитке. Мне понравилось. И в этом году я решила тоже посеять, но уже побольше. Сейчас я покажу как это делать. Делать такие улитки нужно из вот такого материала. Его можно купить в строительных магазинах. Он продается, его укладывают по моему под ламинат или под паркет. Так советует Юля. Дело в том, что чем он хорош, он держит наши корешки растений в тепле. Разрезала я его на полоски. Для статицы я сделала сантиметров 12, а для всего остального порядка 10 сантиметров. Вот такой грунт я приготовила. Садовая земля, перегной хорошо перепревший и вильнюсский грунт, о котором я вам когда-то рассказывала. Песок я не добавляю. Ну, то ли у меня песок плохой, но не нравится мне. Вот сделала из трех частей вот такой вот грунт. Грунт я не делаю сильно мокрым. Вот сжала, видите, и он не сильно держится, рассыпается. Ну, вот с таким вот. В общем, он даже перчатку не пачкает. Я вот сейчас этот грунт насыплю слоем где-то 2 сантиметра. Насыпаем вот прям вот так вот и распределяем. Вот порядка двух сантиметров. С этого края я буду закручивать эту улитку, поэтому здесь я полностью насыпаю. А с другого края сантиметров 5 не дойду до конца. Вот так получилось. С этого края полностью закрывается наша полоска, а с вот этого я оставляю небольшой кусочек. Берем с этого края и начинаем заворачивать. Вот так. Вот так мы катаем нашу полосочку. Вот я докатала на конца и сейчас этот хвостик нужно прикрепить с помощью скотча к самой улитке. Берем вот так и фиксируем скотчем. Все. Теперь я беру вот такой вот картон. Кстати, очень вкусный торт. И с одной стороны мне нужно прислонить к этой улитке. Улитку поднимаю. Прислоняю наш картон и опускаю нашу улитку. Получается вот так. Теперь я все это продавлю. Вот немножечко поднять можно. Так. Выровнять. И насыплю еще грунт. Выровняли. И опять по спиральке все это продавливаем. Вот так получается. Делаем такую глубину, чтобы нам посеять семена, чтобы это было не очень глубоко. Ну вот для статицы это миллиметра в 5 надо. Поэтому можно еще немножечко подсыпать. И опять продавить. Сегодня луна в деве. Это очень хороший знак. Если есть какие-то проблемные цветы, то именно в деву нужно с ними работать. Пересаживать, черенковать. Вот так получилось. Вот вдавили немножко. Вот берем скотч и заматываем. И она у нас уже не распадется. Я беру улитку вместе вот этим вот картоном переворачиваю. Вот видите какая она у нас с этой стороны. И теперь одеваю полиэтиленовый пакет. Вот одела полиэтиленовый пакет. Прислонила опять картонку. Перевернула. И вот что у нас получается. Улитку, так как грунт еще не схвачен корнями, я приподнимаю с помощью вот этого вот полиэтилена. Не знаю, может быть если грунт будет мокрый, то и не будет он выпадать. Но вот я так делаю. Все, улитки готовы. Теперь проливаем. Беру спринцовочку и вот так по спиральке проливаю. Вот одну пролила и вторую. Вот такая. Вообще очень хорошая идея. Посмотрите у Юли в Асадуле в Огороде канал. Она там много на эту тему рассказывает. Теперь разложу семена. Вот так разложила семена. Где-то до 40 семян статицы у меня здесь поместилось. И где-то около 30 семян гамфрейна. Но гамфрейну я даже кладу по нескольку семечек в одном месте. Она вполне мерится и может с одного места расти по 2-3 растения. Так мы их будем высаживать в грунт. Теперь все это присыпаем грунтом. Просто можно вот так насыпать. Можно ложечкой аккуратненько. Прямо вот так вот. По спиральке вот так присыпаем и придавили. Вот и все. Я не поливаю. Я поливала до того. Сверху я не поливаю. Чтоб не было сильного переуложнения. И статицу. Так присыпали. Ее сильно не надо присыпать. Три миллиметра. Вот так пять. Все. Все. Вот так посеяли. Все придавили. И теперь с помощью скотча мы на каждую вот такую улитку ставим памятку. Что посеяно и когда. Все. Я справилась. Все посеяла. И просто переношу. Вот так за пакет беру. И переставляю. Вот я поставила всю посеянную статицу в лоток. И накрываю полиэтиленом. Это надо делать обязательно. И все это буду ставить сейчас возле батареи отопления. А гамфрену я поставлю на батарею. Ей температура для всходов нужна повыше. Через три дня уже должны начаться дружные всходы. Очень хороший это метод. Вот так вот сеять. Можно в улитках сеять все-все-все. И перцы, и помидоры. Опять же, я советую вам заглянуть на канал к Юле Меняевой. В саду Левогороди. Если вы не знаете такой канал. Много интересного можете там увидеть. Ну а на сегодня все. До свидания. Всего вам хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok